МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы свыше 30 лет называли себя его именем, и поэтому он нам точно не чужой. Сказал бы больше – родной. Я имею в виду город Арзамас. Конечно же, не только поэтому, а хотя бы потому, что своим рождением Саровская пустыня обязана великому арзамасцу Ивану Федоровичу Попову, первоначальнику Иоанну. Да и художники живописной школы Ступина немало потрудились в обустройстве нашего монастыря. И так происходит вплоть до нашего времени. Туристический проект не случайно носит название Арзамас Дивеева-Саров. Поскольку все это – земля Серафима. Наша земля. По-другому – присоровье. В связи с таким вступлением не могу не процитировать очень понравившиеся мне заметки директора православной гимназии нашего города Натальи Суздальцевой об Арзамасе. Как о неком символе, прелюдии или преддверии самого Сарова. Ведь, как любой художественный образ-символ, фишет она, Арзамас обязательно должен быть включен в главный русский миф. Миф о дороге, миф о пути. В 19-м и особенно в начале 20-го века через Арзамас проходил один из основных паломнических православных маршрутов в Саровскую пустыню к преподобному Серафиму. Сначала к самому старцу при его земной жизни, затем на место его подвигов и к могиле, это после 1833 года, а с 1903 года к его мощам. Здесь отметим, что к нам в Саров можно было добраться и другими путями, через Темников, через Выксу и Ордатов, но большинство-то паломников отмечало удобство именно Арзамасского пути. И эта дорога для них считалась самой значимой. «Надобно тому лопоточки сносить, кто ко мне в гости идет», – говаривал преподобный Серафим. «Но и дело в том, что этот Арзамасский тракт не просто дорога, не просто путь, а целая маленькая жизнь». Для кого-то она превращалась в мытарство, а для кого-то – в радостное богомолье с ожиданием чуда. Причем при направлении в Саров Арзамас воспринимается как город, с которого и начинается предвкушение и ожидание этого Саровского чуда. Он как портал в особый духовный мир, достигнуть которого невозможно без преодоления определенных трудностей. А вот при обратном направлении он снова выступает порталом, но уже в обыденную мирскую жизнь. В этом и есть суть истинного облика города в неразрывности этих двух ипостасей. Арзамасс, лишенный своей священной стороны, превращается в арзамасский ужас Толстого. И вот в этом констексте уже иначе читается знаменитое описание Арзамасса у Аркадия Гайдара. Городок был похож на монастырь, и вы знаете, это при том, что в нем было аж четыре монастырских обители. И эта фраза объясняется тем, что настоящий-то монастырь в Сарове, а Арзамасс лишь отражение Сарова, лишь начало пути в него. Да, мы связаны незримыми узами. Наши города как родные братья. Арзамасс без Сарова в лучшем случае хорошенький уездный городок, железнодорожный узел, транзитный город. Вот первый этап пути. А в худшем это действительно Арзамасский ужас. Только самое начало культуры. Впрочем, как уже говорилось, Серафимова земля – это все те же. Арзамасс, Дивеева, Саров. По преданию нашему преподобному принадлежат такие слова. Саров – это только рукав, а Дивеева – вся шуба. Но и у шубы имеются два рукава. Поэтому Арзамасс и Саров по-прежнему соединены путем земным и духовным. И оба ведут к батюшке Серафиму. А вот теперь кратенько расскажем о кусочке Сарова в самом Арзамассе. В прошлом очерке я пытался умничать о связи Питера и Арзамасса, об общих моментах в судьбах Казанского собора и Воскресенского собора в Арзамассе. Так вот, на старинных фотографиях Арзамасса можно увидеть рядышком и подворье Саровского монастыря. С часовней в честь Казанской иконы Божьей Матери. И когда-то это подворье располагалось в центре Арзамасса, под горкой, ниже соборной площади. И вот мы идем пешком по Никольскому спуску между Николаевским женским монастырем и Кафедральным Воскресенским собором. И перед нами открывается тихий зеленый уголок города. Это бывшая улица Старомосковская, а ныне, извините, Урицкого. И первое здание, которое мы видим, дом купца Шкарина из красного кирпича в стиле того же классицизма. И напротив него сохранившуюся часть Казанской часовни, а также руины въездных ворот бывшего подворья на улице Нижней набережной. К часовне с обеих сторон примыкал каменный корпус с комнатами для настоятеля, келаря и братьев. Но в конце 30-х годов прошлого века верхнюю часть часовни разобрали, и все здание приспособили под жилые квартиры. И они находятся там до сих пор. А вот часовенку центральной части этого дома можно видеть вот по этому выступу резолиту. Вот эта часть нашей часовни. 14 ноября 2017 года на доме номер 4 по улице Урицкого в рамках акции «Утраченные ценности» была установлена мемориальная табличка с изображением Казанской часовни и надпись сообщает, что в этом доме существовало подворье Саровского монастыря с 1707 года по 1928 год. Кажется удивительным, что Арзамасское подворье открылось буквально на следующий год после официального образования Саровского монастыря. Но если подумать, ничего странного в этом нет. Ведь и сам первоначальник нашей пустыни, и ее первые благотворители были именно Арзамасцами. Первое здание часовни Саровского подворья было рубленным, деревянным. И о ее строительстве Арзамасцы хлопотали целым городом, а Челобитную подписали больше 50 человек. Место под часовням было отдано бесплатно. Новая каменная часовня была построена предположительно в середине или третьей четверти 18 века. А самое раннее свидетельство о существовании каменной часовни относится к 1779 году. Кстати, скажу еще то, что летом 1774 года Саровскую пустынь частично коснулись события, связанной с восстанием Емельяна Пугачева. Когда пугачевцам был сдан Темников, к ним присоединились крестьяне из окрестных деревень, дворяне-купцы были убиты. Вот тогда у бунтовщиков возникли намерения пойти и разграбить Саровский монастырь. Наша обитель стала готовиться к нашествию мятежников. Настоятель Ефрем благословил монахов оставить монастырь. Ценные вещи из ризницы были надежно спрятаны. Более 60 человек братья уехали в Арзамас на подворье Саровской пустыни и в Высокогорский монастырь. А некоторые монахи укрылись в лесу. В августе того же года и бригады строителей Успенского собора в количестве 25 человек срочно потребовали расчета и тоже уехали. В Сарове остались несколько престарелых и больных монахов, а также 80-летний Ефрем. Но Пугачев не пришел. Разбойники предпочли винный завод Блистемникова. Ограбили его, перепились, разбили полы, стекла. А вот здесь можно сказать, что алкоголь сыграл позитивную роль в спасении Сарова. А может быть, проведение. Ведь восставшие крестьяне были далеко не благородными Робин Гудами и даже не Дубровскими. А когда опасность миновала, что символично, в день Успения Божьей Матери монахи возвратились домой. По местному преданию на Саровском подворье останавливался сам преподобный Серафим, когда еще будучи молодым послушником, бывал в Арзамасе по у нас монастырским делам. Кровед Николай Щегольков в книге «Исторические сведения о городе Арзамасе» сообщает, что немедленно по открытии святых мощей его в Арзамасе возобновлен 42 года находившийся в запустении храм и посвящен его имени. А потом в честь преподобного Серафима установлен ежегодный крестный ход к этому храму с остановкой Усаровской часовни, где преподобный останавливался и с шествием по Старомосковской улице, в которую он совершал путь. В 1983 году на участке бывшего подворья рядом с сохранившимся зданием был построен трехэтажный панельный дом. Говорят, что в ближайшие годы планируется восстановление Казанской часовни и расселение живущих в нем людей. Ну что ж, поживем, увидим. И еще одно дополнение, связанное с историей вот этого места. Почти всем памятно известная картина знаменитого художника Василия Перова «Тройка», где дети зимой на санях везут в бочке воду. Так вот, Перов тоже учился в Ступинской школе живописи. И считается, что тот сюжет из жизни детей Арзамаска бедноты он подсмотрел вот где-то здесь, на спуске у Никольского монастыря. Кстати, в заключение замечу, что знаменитый литературный кружок, куда входили Пушкин, Шуковский и другие поэты-писатели, своим названием обязан Арзамасу. И во время заседания к столу подавали гуся Арзамасской породы. Но кружок просуществовал недолго. Кто-то из них уехал в Лондон, кто-то в Париж, кто-то в Вену. Да и нам самим тоже пора возвращаться домой, иначе у нас тоже гусь остынет. КОНЕЦ КОНЕЦ